Добрый день всем любителям и знатокам шашек. Сегодня я вместе с Дариной Масиенко, как обычно, собрались, чтобы посмотреть сегодня третий тур мужчин и третий тур женщин. Даша, привет. Здравствуйте всем. Ну, сразу, да, на Дашу можно посмотреть, на меня тоже. Вот, и переходим к делу. Дело переходим. Значит, сегодня утром уже состоялся второй тур чемпионата мира у мужчин. И Даша нам сейчас расскажет вот результаты, а я быстренько ссылки отправлю. Можете чуть побольше сделать, а то мне не видно. Ну, значит, у нас Гранендаек сыграл в ничью с Мбонго, Сипма сыграл в ничью с Касим Суары, Калмаков выиграл у притого кадра, Скляру сыграл в ничью с Игорем, не знаю, правильно, что это фамилия, Сигарем Чарториске, наверное. И Артем Иванов выиграл у Омана. Причем партии нету. Понял, что Оман, наверное, опоздал. Ну, приехал так на два тура, опоздал человек. Ну, с кем не бывает, как говорится. Ну, давайте глянем сейчас. Да, нет партии. В первом туре что-то нету. Вот. Ну, Артем, кстати, сыграл, оказывается, в ничью все-таки с Гранендаиком, как мы подозревали вчера. Так, ну, во втором туре все сыграли ничью во второй группе. Тут лидирует Дейби Мартес, не знаю я, кто это, из Доминиканской Республики. Айзендорн и Айзендорн, да. Шварцман, Никеев по две ничьих. Вообще, эта группа такая ничейная, только два результата. Я, кстати, не уверен, что Ака честно проиграл, может, тоже опоздал. Ну, ладно, идем дальше. В третьей группе бедный Алексей Домчев проиграл еще и Гедманскому. Как говорится, пошел по наклонной, бедняга. Ну, надеемся, не упадет духом. Хотя, конечно, чемпионат этот организован так ужасно, что вот эти результаты, они переходят в финал. То есть даже, например, выйдут, а Гедманский, то есть Домчев сейчас всех повыигрывает и выйдут Домчев. То есть если Домчев всех повыиграют, выйдет, допустим, Гедманский, Бомстра и Домчев, то в финале у Домчев начинает уже с двух нулей. То есть это, конечно, ну так, мне не нравится такое. Ну, а в третьем туре Гедманский уже успел быстренько выиграть у Криса Таймре из Эстонии. Ты знаешь его? Да. Ну, например, на моего возраста. Он попался на простой каменце, сейчас мы покажем. В последней группе лидирует Мамаоту Марико из какой страны, Даша? Ижмали. Вот так. Сегодня утром он уже снял Трофимова Ивана, нашего героя. К сожалению, Иван потерял очки. Игорь Киржнер проявил характер. И когда Аци попросил задержку вчера, чтобы сыграть сегодня, Игорь сказал, ничего не знаю, и получил заслуженные два очка. Хотя мог бы согласиться и играть сегодня. Ну, я действительно тоже считаю, вообще не надо было никакой вот этой клоунады разводить. Чемпионат уже за месяц был, ясно, дату. Кто не приехал, тот опоздал. Как бы можно было вообще не включать камнир. Ну, как минимум, вот поражение Игорь, молодец. Я думаю, тут я его поддерживаю. Так, ну и что тут у нас еще? Я вижу, уже успели сыграть, да, Трофимов с Германи? В втором туре еще. Ну, вот только как раз Трофимов проиграл, остальные сырали ничего во втором. Да, Трофимов. Ну, хорошо, друзья, тогда переходим. Давайте сейчас посмотрим, наверное, что сейчас происходит на досках, и потом какие-то интересные партии. Интересные партии посмотрим первого тура сегодняшнего. Так, напишите, пожалуйста, как нас видно, как нас слышно. Есть ли какие-то пожелания? Ну, смотрим, сегодня Айгуль Идрисова играет с американской, по-моему, это американка, да? Да, да, да. Турий Любляна. Ну, естественно, Айгуль будет стараться выиграть. Позиция хорошая, атакующая. Даша тут закусилась с Наговицыной. Как ты, Даш, позицию оцениваешь в кутовху? Ну, мне чуть-чуть черных больше нравится, не знаю. У меня тоже, как бы, если бы, допустим, шашка стояла тут, вот эта, то какая-то уже был бы паритет, а тут слишком как-то неэкономичная связка, вот много шашек с куб, это может сюда уйти. Был тут угловой дебют, можно быстренько глянуть. Даша, сюда. Ну, и компьютер тоже чуть-чуть очков в пользу черных оценит, наверное, так и есть. Так, назад, возвращаясь, неудобно, надо все время нажимать, но что поделать. Танцы к ужина, Тамара с Чесноковой Еленой, я вообще не пойму, как-то вот какой-то заглюк произошел, трансляция сбилась. Ну, по-моему, уже час или полтора назад такое стоит. Ну, да, то есть, смотрите, было по час двадцать восемь, час двадцать шесть, и все, как бы, трансляция оборвалась, но ничего не поделаешь. Так, дальше играет монголка с... Откуда эта девушка, я забыл уже, Ганаме. Это я тоже как-то не особо помню. А Буркина-Фасо, да. Ой, не туда. Ну, что тут как-то борются. В общем, идет к ничьи, наверное, чуть... Ну, неизвестно, какая, наверное, равная позиция. Так, дальше Вика матричка играет с Мишель Бояр. Мишель, что неудача, она... Все-таки Даша проиграла вчера Мишель, тот энчпильт. У меня есть отечественница. Интересно, там поучительный энчпильт такой был. И сегодня вот Вика с ней играет. Ну, конечно, Вике надо побежать. Последний ход Вика только сделала. 50-44, такой ничего себе ходец. Кстати, вот интересно, вроде бы была такая позиция более-менее... Ну, как... Можно было 19-23 в какой-то момент поменяться. Хотя, наверное, тоже не очень хорошо, потому что белые же меняются. И, например, на такой коварный ход, да, с идеей поменяться. То есть у нас 23. Можно вот или 28-23, или даже 29-23. Как вот когда-то Бомстрат с Граниндайком в матче поменялся. То есть на самом деле неприятно тут как-то вот непонятно, как черным было вырываться, а Мишель 20-24 поменялась. Но Вика 50-44, такой интересный ход. Вот... Выжидающий. Ну, довольно ответственный все-таки. Ну, смотрим, что будет. Так, Орлетов Лесяковска с Дарьей Федорович. Опять дебют разыграли. Вот этот... Сейчас дашь тебе повернусь, ты расскажешь. Как-то... Кто тут? Так, секундочку. Вот. Су-12-21. Сюда. Тут можно и так бить, и так. В принципе, Шварцен бил так. Вот еще голева с кем-то. С Эйнером, по-моему, с кем-то. 4-10. Ну, такой немного преждевременно. Не знаю, да. В тарану. Вот. И тут вот интересный план. Вот Шварцман так и играл, в принципе. 18-22. То есть, черные не высказываются еще никак, а еще эту шашку сюда переводят. То есть, ждут. 2 на 22. Ясно, что она так пошла. Можно было и 8-12. Чтобы на 3-4-29 поменяться. Поменяться, да. Ну, наверное, тут какие-то есть такие ходы, не понравилось. Не знаю. Может, можно пошла 7-12. 2-7. Ну, теперь грозит поменяться. И поляточка просто обменялась назад. Ну, вот такая вот позиция. 15-20. Опять, наверное, что-то. Хотя, не знаю. Мне кажется. Хотя есть логика. То есть, мы хотим пойти 9-14. Ну, хотя не знаю. Ладно. Сложно сказать. 15-20 сюда. Сюда. Ну, и на подне. То есть, это стандартный такой план. Мы такой кулак строим. Вот эти все шашечки. Все строим. И нападаем 8-23. Так. Кстати, напали в очень хороший момент. У белых нет такого хода. Нет хорошего хода. А, и нельзя тут было 45-40. Потому что 24-29. Давайте смотреть. 36-31. Ну, и тут можно и туда, и туда. Витя, вот пора в разных ситуациях. Посмотрим, куда тут думает еще. Правильно. На самом деле, можно подумать. На битье сюда. Вот есть 33-28 какой-то размен. Тоже непонятно. Вот компьютер говорит, на такой ход можно и так сбить. Так, так. Ну, и потом заберем эту шашку все равно. Ну, как-то там будет плохое сочетание. В общем, думаю, сейчас кто? Дарья. Так. Ольга Федорович играет с... Кюсик Кармен. Кюсик Кармен, да. Кусик Кармен. Ну, я не знаю, да, тут что к чему. Как бы такая позиция. А, ну, смотрите, опять это свершена шашка 2. То есть сейчас, если сейчас, допустим, черные пойдут на 27-26, то нельзя будет ни 11-17, ни 12-17. Поэтому, конечно, позиция. А когда она 2-7 походила, может? Ну, вот, видите, тоже. Мы же не знаем. Вроде бы нормальный ход, но если вы хотите потом в СМАЗ-21 ходить, то, конечно, может быть, не стоило. Лучше было сразу, если на СМАЗ-21 походить. Ну, да, 2-7 был ход необязательный. Ну, и Наталья Садовская играет в другой. Играет в другой. С тонкой. С тонкой. И, кстати, смотрите, Наталья тут прям учебную партию провела. Я видел начало. Давайте глянем. Как дебют называется, Даша? Ну, это я не знаю. Голландская партия. Голландская, да, партия. Вариант, который играли уже сто лет назад. Вот сейчас опять играют. Ну, тут, значит, можно было 39-34 побить на 23. И с тонкой так ходит Наталья сюда-сюда. Ну, и начинается так окала. Конечно, ход какой-то... Как-то 3-38 странно как-то она вводит шашку. Есть какой-то шназа садин, но вряд ли это опасно. Да, шашку вела. Ну, поехали. Нападаем, 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 нападаем. Нападаем, 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 нападаем. Так, друзья, пишите, пожалуйста, комментарии в чат. Я решил сделать стрим на трех языках. Можно на любом языке писать комментарии, и я буду отвечать на том же языке. Вот это будет круто. Так, ну, а смотрим, как было. Так, так. И вот такой даже размен тут всегда есть. Ну, и все тут. Лишняя шашка показывает. Нападаем, молодец, настроена на борьбу. Все круто. Так, я сейчас закину сюда туда наши ссылки везде. Что тут? Ну, пока все на том же месте, да? И подойдем к мужчинам. Я что, не могу. Что-то не разрешают мне ссылку почему-то сюда кинули. Ну, ладно. А, это прошлое. Сейчас, секундочку. Ну, вот. Так, у мужчин, значит, Алексей играет с куницей, тут борется. Кудрявцев с Бомстрой. Давайте глянем, какая-то интересная позиция. Смотри, компьютер говорит, чуть получше у белых. Как такое может быть? Ну, не, ну что, ну, выглядит так получше у белых все-таки. Не знаю. Ну, мне, по крайней мере, так. Так, вот, Типомстр разыграл этот дебют с Весной. Смотри, Даша, если ходить 18-22, то на 32-28 можно на 61-21 пойти. Вот это самый сильный ход за белых, 40-34. На такой ход, вот, 38-32. Вообще, конечно, так, если не знаешь, лучше черными не играть. То есть черными лучше 13-18, как Садовская ходила в станции кожаной. На такой ход так. Ну, и Гетманский в книге пишет, что черным остается только пассивный 22-27. Размен. Как бы отдает темпо. Но Бомстро в матче вот ходил с 11-16 со Шварцманом. И там как-то даже выиграл одну партию в классику. Ну, такого не было. Вот. Валерий поменялся. Бомстро так. Значит, наверное, еще хотел поменяться по две шашки. Бомстро так вот ушел. Не дает. 38-32. Интересно. В принципе, наверное, можно было 37-32. Ну, решил 38. Ну, хорошо. Очень правильно сейчас меняется. Потому что если сейчас подождать, то уже белые, черные разменяются, и вот связка будет. Да, Даша? Так, ну, вот так вот поменялся. Ну, слушай, ну, такая равная позиция общая. Даже очень хорошо стоит на самом деле. Ну, хорошо, но... Как... Ну, так вот сейчас 7-12 пойдет, потому что делать. Ну... Ну, и вот так вариантов как бы немного, наверное... Ну, просто ситуация может быть похуже. Не, ну да. Так-то не очень. Можно 40-37, как компьютер предлагает. Ну, вот да, 40-37 можно. И можно, и даже, например, если вдруг нападут 11-11, то может 30-30 походить. Ну, конечно, главное, 30-30 урага пойти. Да, присоска. И нормально. Хорошо, ну, давайте-то, да. А, вот сюда, что-то нажимать, я забыл. Так, что тут? Раймонд Випурис борется. Берге, Эдмонд, Антоин. Не знаю, это был игрок раньше или не было. Шайбаков. Давайте, может, комбинацию посмотрим. Давайте комбинацию. Комбинация. То есть пошел 2-7 тут. И вот такая вот комбинация. Германский пришел сюда и тот сразу сдался. Так, ну, ничего не поделать. Такой турнир. А вот Игорь Кирзнер. Он, значит, выиграл у АЦЕ. Как АЦЕ не приехал. Сыграл, по-моему, со слампом ничего. И теперь вот борется с Филиппом. То есть у Игра реальные шансы. Ну, как бы, если сейчас, допустим, где-то еще плюс один сыграет, наберет, то есть плюс два, это можно уже реально на третье какое-то место в группе претендовать. Давайте посмотрим, как там все было. Интересный дебют такой центральный в стиле Александра Георгьева. То есть белые просто жертвуют структурой, но берут темпа. И вот тут очень интересный размен такой сделал. То есть сейчас, может быть, даже как-то на 7-11, что тут? Там тоже 36-31, если какой-то ход интересный. Ну, интересно, 28-22 тоже можно. Ну, в общем, а черные такой очень интересный размен сделали. Так и так. И вот теперь связка как бы есть. Да, вот эти шашки связаны, но и у черных тоже эти шашки все. Ну, да. Ну, все равно чуть получше у белых. Думаешь? Ну, да. Ну, я не знаю. Так, сюда. Ну, Игорь сюда начинается. Кстати, этот ход не нравится. Какой-то подагон. Бютер не нравится. 22 можно было. Ну, ладно, смотри, сюда. Сюда. Сразу же не дает уже. Вот Игорь вторыхся. Надо думать. Ну, равная позиция. Времени у Игоря больше. Это главное. Так, дорогие зрители, пожалуйста, пишите комментарии, чтобы мы поняли, как все проходит. Попробую еще раз послать сюда. Послалась. Странно. Что-то не послали. Валнери со Слампом борется. Там ничего интересного. Тайсон, кстати, тоже проиграл, по-моему, этому какому-то африканцу. Трофимов уже ничего сыграл. Так, ну и дальше. Сулейман Кейта с Нями Кристианом. Айзендорн с Маккенди. Кстати, очень интересная позиция. Сейчас нам Даша расскажет, кого лучше. Даша. Белых получше как-то. Что-то там у черных как-то ходов не особо. Прямо таки много. Мне больше за белых нравится. Я будто бы предпочла за белых нравится. Ну да, сложная позиция, конечно, но смотри, у Маккенди зато час времени. Так, Роману, спасибо. Всем привет. Hello, everyone. Write comments. Ask questions. Так, ладно. Это мне нравится эти ребята. Они вообще, как бы для них ничего сложного нет у шашка. Давай для них дебют. Так, 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 так. Смотрим за Айзендорна. В принципе, теория такая вот. выдвигают шашечки. Так, а что не 5-10, интересно? Наверное, на 5-10 так, и нельзя нападать. Да, из-за комбинации. Да. вот, поэтому 4-10. так, сюда, сюда, сюда. Хопа. Действительно, если мы 20-25 будем меняться, то зачем это 3-8 перед этим? Непонятно. Ну, вот такая позиция сейчас стоит, Угу. Так, Ака играет со Шварцманом. Ну, Шварцману надо выигрывать у Аки уже, потому что, ну, надо плюс-плюс-два, а лучше плюс-три выходить, а то можно и не выйти никуда из группы. Аки сейчас, ну, давай сейчас посмотрим по времени. Так, кстати, Шварцману, вот он постоянно играет 17-22, 18-22, 24-30. Домчик, кстати, в этом туре пошел 16-21. Так, ну, давайте за Шварцмана возьмем все-таки, будем учиться. Так, поменялся Ака. Ну, Ака свою любимую схему, тут его не возьмешь. Интересно, что Шварцман не поменялся, я думал, тут надо бы поменяться, 14-20. Видите, такая позиция, что белые, как бы, ходы сами собой играются. Конечно, это не то, что мы хотим, когда нужно выигрывать по заказу фактически. Так, и вот тут Шварцман мог напасть, но не напал. Ну, понятно, если мы нападем, мы уже не сможем кулак построить. Ну, вот он решил не нападать. где-то 12-17. Перестроился, напал. И думает теперь, позиция равная, даже чуть-чуть по мнению компьютера. Так, Юрия Микеев играет с самбом. Расскажешь, Таша, давай по партии. Как дебют называется? 32-28. Атака Малемара, такое вторжение. Тоже давным-давно. Малемар, это, по-моему, был чемпион мира, или все-таки не было чемпиона мира. Ну, наверное, не было все-таки. Известный такой дебют. Ну, вроде бы, там, я когда-то слышал Вагафон, наверное, он пишет, что современная теория, то есть, 50 лет назад было, рекомендую все-таки пойти 49-43 и заставить 1-7. Ой, Юра, кстати, такой интересный вариант. Кстати, смотри, какой ход. 15-17, что будет? 32-28. Я такого, что раньше не видел. Интересная позиция получается. Что-то такого не видел. Какая-то заготовочка от Юры. 16-21 и вот такой размен. Ну и черные могут поменяться. Ну и что в итоге получилось? Да, что из-за кого? Равную. Не знаю, мне кажется, равная позиция. Ну, мне тоже кажется, ну, вот эта швашка, конечно, плохая, как ни крути. Ну да, чуть-чуть оно как-то полаконичнее выглядит у черных, чем лучше у белых. Согласен. Ну, посмотрим, что в итоге получилось. Так, вот это была какая-то активизация, она, наверное, не своевременная была совсем. Юра воспользовался. Так, ну, интересно. Вот не уверен, мне кажется, можно было так и поменять. Ну, сам сюда. Ну, интересная позиция такая. Тут можно сейчас как бы 3-8 опять поменяться. Да. Сам, может быть, что-то выдумывать. Артем Иванов играет с Евгением Скляровым. Это, насколько я понимаю, иммигрант из Советского Союза в США. И Артема 20 минут что-то остается только. Дебют был интересный. Смотри, Даша, какой. Давай я тоже тебе возьму черный цвет. Так, вот, как ты нам вчера рассказывала, можно либо так, либо так ходить. Правда, мы же не посмотрели, хоть, ну, давай. Да, черный, белый так, черный выстрелить, теперь на 46-41 будет. Что, Даш? Это 2 на 2 размен будет. Да, как это называется, 3 на 3. Ой, да, ну да. Вот, размен, и, как мы говорили, если нету шашки 22, если шашки 22 уже нету, то эта шашка просто слабая становится. Поэтому Артем, конечно, меняется на 29. Ну, идея в чем, что теперь, допустим, так, так, белый хотел построить рогатку, а пол ставить... из-за простой комбинации. Ну, дать ее побить. Ну, значит, интересно, Евгений решает от этой шашки 19-ю избавиться, чтобы потом можно было колл ставить на пал, просто сюда. А опять же сюда ходит. Артем не спешит как-то. Стандартное построение это было без нападения. Шашку 3 вот сюда вот как-то вывести. То есть осталось бы шашка 4, а 3 было там. Помнишь что-то такое, Даша? Или не очень? Не, ну, помню, да. Так, ну, опять напали, но белый 32,28 бьют в центр. Ну, да, не всегда мы должны брать рогатку. Сейчас он решил, что лучше этого не делать. Ну, а Скляров не постеснялся и просто поменялся 3 на 3. Ну, да, все это просто. И Артем потратил 20 минут. Вот тут потратил аж 10, 13 минут потратил. Тут можно было 35-30 выйти, не знаю, как она получше выглядит, или как. Ну, мне тоже кажется, что можно 35-30. Ну, как-то активировать пока не поздно, не знаю. Ну, в принципе, видишь, что видно. Разница-то никакой, как бы, конечно. Ну, Артем будет стратежить, но что главное, тут не влезть в цитнот, конечно. Так. Бонго играть Аманом Энре Эвгеном. 3-3-1, 3-3-1. Поро, поро. Игра не так. Сип мой. Кстати, очень интересная партия вообще. Давай для ним сначала. Молодцы, эти голландцы играют остро. Так, смотри, даже вот, Тишна засадим Ян. Странный ход. Вроде бы, все знают, что 34-30 надо ходить. Ну, что же, заготовка такая? Просто Сипма поменялся. Так, ну, и, конечно, теперь этот размин. Ну, не знаю, мне больше нравится заливать черных эта позиция. У них контроль как-то на правом фланге. Белый пункт поля 27 не занять. 29 если нет, мы просто 24 можем поменяться. То есть, как занять два центральных поля белыми непонятно. Ну, вот, Сипма решает вот так поменяться. В итоге черных темпов должно быть побольше. Ну, вот так вот обострили ребята сразу же сходу. Так, а в чем дело? Почему 43-4 нельзя было? видимо, если 43-4, то ты потом как-то там не сможешь и сюда из-за комбинации. Ну, можно так, так всегда можно. Что-то я тут уже пошли какие-то конкретные расчеты, Ничего себе! Какой ход он делает соль 35-5. Теперь же а я хотел сказать 14-20 на 20, но надо жбить 2-7. надо жбить, да. Ну, хорошо, сюда, сюда, сюда. Вот это так плохо сразу стало. Вот надо было по мнению Капитра сюда. Так, а что на такой размен? Ну, интересно, в общем. Так, ладно, они тут рубятся, будем смотреть, что по времени у них. Времени куча у обоих. А, это я. Подожди, это я так уже была в партии или нет? Да, да, да. Угу. Ну, что, Даш, у кого лучше позиция? Конечно, компьютер говорит, что лучше у черных, конечно, чуть-чуть, но такое, как вроде у белых нормально. Ну, когда они так в центре. Ну, тут надо, видишь, какой-то важный ход 15-20. да. Кстати, вот непонятно, что на 35-30 действительно. Какие-то конкретные расчеты. усить мы больше времени. Это ему пригодится. Я думаю, все-таки, наверное, Ян считает намного лучше. Поэтому побольше времени это хорошо. Так, друзья, тогда что мы делаем? Смотрим дальше. Ну, к женщинам еще раз забежим. Особо ничего тут не поменяется. Томара с Чесноковой играть не хотят. Волка тут укрепляется в центре. Молодец. Так, что у Вики? У Вики какой-то опять нот жесткий намечается. Правда, с обоих сторон. Вика вот тут продумала 12 минут пошла 544, а монголка продумала сколько, Даш? Сколько было? Я не видела. 13. 13 минут и пошла в 10-15. И Вика теперь думает. Так, предлагает 430 какой-то какой-то я не могу понять. А что на 823? Можно на 23. Ну, хорошо. А сюда можно? Тоже можно. Ну, тут можно как-то ну, как-то попассивнее, конечно, но крепкая позиция однозначно. Ну, хорошо. Будем, в общем, за Вику переживать. Вчера она ужасную ошибку сделала в партии с Федорович, не помню какой, но та не воспользовалась. То есть не знаю, чем договорить, наверное, нервы или как-то не вошла еще в форму, будем надеяться, что надо уверенность набирать. Парочку хороших партий могут ее ограждать. Ну, важно это решение, так или так. Нельзя сюда ходить, конечно, Даша, из-за чего? Ты из-за комбинации. 17, 23, 27, да. Вот так. Поэтому либо 34, 30, либо 34, 29. Вторжение тоже вряд ли есть. А можешь посмотреть, что там на вторжении будет? Ага. как-то плохо сразу, что нападение и нельзя сюда. Нельзя, да. Тоже из-за комбинации. Эту шашку 35 ставим на 13. Раз, два, три, четыре. Куда-нибудь там бьем сюда. Ну, хорошо, туда оставляем их наедине. Ну, что тут вам еще показать? Федорович Дарья. Ну, вот, после этого нападения, как мы увидели, так, значит, вот, было нападение. Побел все-таки на 22. И вот такая интересная жертва нашлась. А, не, подожди, я думал сюда. Кстати, тоже компьютер говорит, что можно было так. пришлось бы возвращать. А, сюда бить плохо за 10-14. Здесь связка будет. А, сюда, ну, то есть пришлось побить сюда, сюда. Ну, и две на две. А, у них было, да, сразу поменялось. Она сразу поменялась. и все. Дарья в центре опять стоит. моя школа. Всегда в центре. А у Ролеты 9 минут. Ну, это опасно. А Диана так много времени потеряла. Ну, вот где-то тут 10 минут. Да, да. Вот тут, конечно, а вот сейчас думает уже много вариантов. Конечно, не позволительно тоже в таких позициях нельзя так много думать. А тут думать не сильно. Ну, о чем так много думать нужно? Ну, мне тоже кажется, все-таки это стратегически, но неправильно, если мы хотим выигрывать. Так, друзья, всех приветствуем. Давайте посмотрим, что было сегодня у мужчин в первом туре, который был сегодня. Вот Гетманский обыграл Домчева. Нехороший все-таки этот гетманский человек. Домчев так был расстроен. И так, смотрите, Домчев сделал один зевок, этого хватило. А зевок был именно вот тут. Тут уже позиция, конечно, тяжелая, у Гетманского больше темпов, но Домчев еще и напал. И после того, как закрылся, оказывается, нападать нельзя из-за присоски. А грозят сами напасть. И короче, ужас. Ужасный. Хотя он продумал три минуты, не знаю, что он тут думал. Неужели как-то по-другому, а как надо было компьютер говорит 43-39. на самом деле, конечно, тоже так не так уж и все просто, но потихонечку, потихонечку, Домчев тут как-то погорел, а до этого вот такой размен сделал центральных шашек и как-то черные еще взяли больше темпов и потом начали давить. Смотри, сколько темпов, если эту шашку не считать 15-го, конечно, черные очень сильно опережают. А понятно, что эта шашка силой не является, потому что никакого контроля нет. И вот за счет темпов почти лишняя шашка. так, хорошо. Шайбаков выиграл. Игорь Киржнер со слампом сыграл ничью. А, вот Трофимов проиграл. Это, конечно, был шок для меня. Вот позиция была, ничего как бы беды не предвещало. Трофимов черными. Ну, и тут можно было как хочется играть. Можно было 24-29 все поменять. Можно даже смазать сюда, наверное, похуже. Ну, а Трофимов пошел сюда. Ну, и тогда Марико Мамаоту уже начинаем это имя учить. Провел комбинацию. Раз. Всего лишь без шашки и там у выигрыша оказался. в чем он очень технично еще довел, так жертва напал. Ну, и все, тут уже выигрыш. Обидно, как говорится. все ничьи, 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 ничьи. Калмаков выиграл. Ну, все ничьи. Ну, ладно, друзья, тогда я то закрываю. так, мы готовы на ваши вопросы ответить. Даша особенно готова. Да, конечно. Так что, пожалуйста, пишите вопросы. ну, смотри, как интересный ход 44-40 и не может. Можно нападать, но она просто уже как-то плохо выглядит. Ну, хорошо, значит, Азендор не воспользовался, пошел так, и тот мог поменяться на 23. Грозит. И что это такое? Ну, так нападать, мы просто на 23 поменяемся, выиграем, а на такой ход а вот такая какая-то штучка. Минус 23. И так. Так, и что? Ну, на 47 же можно. Ну, как-то доставим на 47 и потому что сюда грозит подрыв. В общем, как-то уравнивается позиция. Ну, Макиндите мне воспользовался. Вот, у него 59 минут, он как бы особо не думает, быстро пошел сюда, думает, ну, что думает, там. Ну, и уже, как бы, компьютер показывает плюс лишний шашковый у нас 24 уже закрылся. Ну, интересно. Ладно, будем смотреть. Ну, конечно, если он не будет тратить время, но я думаю, вряд ли он что-то хорошее покажет. Так, Шварцман с Акой. У Шварцмана 8 минут осталось, ни много, ни мало. как мы увидели, наш Шварцман. А все-таки напал, все-таки, в конце концов, напал. Но как раз такой момент, у белых нету хорошего темпа. Заставляет 45-37. Ну, Ака не волнуется, Ака просто ходит. Ну, что, равная позиция. есть 12 у нас какой-то ход. Давайте посмотрим, что будет после стандартного удара бомбы. Ну, его надо проводить белым. Так, ну, подъем для начала сюда, сюда. побили, побили. Ну, и что тут? Что по шашкам? То есть, ход? Поро. Не, не поро. Без одной. Три. Черные без одной. Черные без одной и ход, да? Сюда ничего не дает? Или дает? Сюда может быть ничья, сразу присос, наверное, ничья. Но можно поменяться и потом идти в данке. Ну, это ничья, вот компьютер показывает, как это будет. Так, хорошо. Так, это уже не было. Шварцман думает над этим всем. Реально-то особого выбора нет. Похоже, надо идти на этот вариант, потому что как-то 11-17. Ну, можно даже сюда. Не знаю. Таня, лучше на 11-1, мне кажется. Так, друзья, хорошо, тогда давайте посмотрим. Так, может, вы хотите заказать какую-то партию, мы посмотрим, которую вы хотите, а мы ее не посмотрели. Давайте посмотрим вот это вот, самую последнюю. Мы как-то так и не посмотрели, не разно. Не посмотрели, да. Полурогатка, ну, давай посмотрим, даже полурогатка. Я знаю, ты любишь полурогатку. Я? Ты вышел. Сюда, сюда, сюда. 34-29. Кто такой этот Локотерприт? Локотерприт, это тоже из Эстонии, мальчик. тоже мальчик. Ну, молодец, мальчик. Маленький, смешный. Мальчик, молодец. Так, пошел 34-29. Так, смотрим. Суар, Касим Суары. Так, ну, и вот просто полурогатку взял. Ну, и теперь смотрим учебный план на полурогатку. Ну, я вот, честно говоря, он же поменялся потом на 21, то есть, зачем 7-11 было, непонятно. Ну, хорошо. Так, а вперед что? Ну, видимо, какая-то развязка, да, такая не понравилась. Поэтому побил назад. и типичная полурогатка играет. Кстати, неплохо белые так двигают. Не понял я, почему не этой шашкой. Ну, ладно. Так, ну и влез. И пишет, что это хорошо. Хоп, а это уже проигрывает. Давайте сейчас вместе попробуем найти. Как же тут белые могли выиграть? Так, я не знаю, что-то похоже, просто напасть, дадут. просто напасть. И уже просто этот компьютер дает шашку. Опять 10, что на 5-10. Давай во порядке, что на такой ход. 32-27. А, красиво. да-да-да-да. На 31, на 21, на 32. Так, как дашь? Ну, ход, но даем на 23. Ой, на 24. 29-24, да. На 31, на 21. Еще можно. И так. вот так мальчик мог, в принципе, выиграть. Ну, хорошо. А если на нападение, то есть, ну, видимо, он поэтому и отказался, потому что, кажется, так, и... и непонятно, хорошего. хорошо, а если 5-10? То тебе просто... Просто 43-4, еще раз попадаем. А на 13-19. А если 8-13, тогда... А, тогда вот такая красивая комбинация, так, и так. Вот, друзья, что такое тактика в шашках. Ну вот, так вот, нежданно-негаданно... То есть, так можно кого угодно обыграть. Так же вот, Федорович могла вчера Вику в один ход на тактике. То есть, надо быть очень внимательным и такие возможности использовать. Тем более, что, ну, смотрите, у мальчика было 43 минуты. Мальчик, ты что? Надо проверять тактику, конечно. Пошел сюда, и уже как бы ни в чем не проходит такое. Все равно пишет лучше, но оно такое ход, что... А вот это уже проигрывает из-за такого. Раз, два, раз, два, бой, три, две, ну, как-то вот плохо. То есть, мальчику сейчас надо подумать будет. Хорошо, пускай думает. Так, что там наш Артем, Артемка? Ну, двигает, шашечки. Ну, конечно, думаю, вряд ли тут Евгений. Ну, хотя, кто знает, может, если парочку каких-то неточных ходов, может быть, за что зацепиться. Ну, конечно, тяжело тут как-то навязать борьбу Артему. Так, Шварцман пошел 12-17, ну, и надо будет Аки проводить, другого нету. Мне нравится, как эти ребята играют. У Шварцман 4 минуты осталось, у Аки. 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 Но это он еще, я думаю, как бы успел там сходить в буфет, потому что, ну, да, проводит комбинацию. Мы показывали ее. Ладно, посмотрим, как они так будут бить. Так, Азиндорн тоже думает, что у Юры тут. Самп сделал жертву Самба. Скинул на палу. Ну, в принципе, логично. Хочет 26-ю вернуть назад, а Юра не дается. сюда. Можно, мне кажется, и туда бить, и туда. Я не знаю. Должен 11, мне кажется. Тогда плохо. Как-то без центра, который говорит, ну, хорошо, может быть. Ну, молодец, Юра борется, навязывает борьбу. сам Азиндорну как-то проиграл там нелепо в первом туре, наверное. Ну, как-то вроде там боролся, потом проиграл. То есть надо, надо, надо. Давайте, может, посмотрим, что там у женщин. Давайте, только сейчас сюда, на одну минуту. так, 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 джин Мохаммед. Пишут, Приту около 13 лет. Это какому? Да, вот этому вот локатору, Приту, который вот мы смотрели до этого, что вторгся на 23. Кстати, вот тут Граниндайк мог поменяться 14-20 и шашку на 22 эту загнать. Ну, вместо 23 было бы очень хорошо у него, но он что-то так не сделал. И тут тоже не напал. смотри, уже пишут очень хорошо у белых становится. То есть тут 15-20 был ход. Что-то Граниндайк статус счетчика теряет по чуть-чуть. Ну и что? То есть сейчас что белый шашка отыграют и она будет, в принципе, в безопасности. То есть, даже если сейчас ей опять выиграют черный, белый отыграет. Да, это с хорошим. Да, они опять отыграют, да. Так, ну что, Даша говорит, надо смотреть, что у женщин. Ну, давай только одним глазом тут глянем, здесь ли что-то интересное. Это бы если бы Домчев еще и на встречу партию не встрял. Это будет уже сильно жестоко. Кудрявцев с бомстрой стоит. Шайбаков там. Ну, Шайбаков, мне кажется, хорошо. хорошо. Так, Игорь Кирзнер там центрует, молодец. Ну и все такое. Ну, давай тогда идем к женщинам. Обновлю на всякий случай. Тамара не играет. Айгуль. Что? Тоже что-то зависло. что, что-то делать. делать? Пошла сюда и так, что там, понятно, зависла. Даша. Ну, так подожди, Даша зависла? Не, Даша думает. Даша молодец. Даша молодец. Обычно она быстро играла, но тут надо подумать. Есть над чем, потому что уже ходы нормальные заканчиваются, кулак этот очень экономичный, много шашек. Можно вторгнуться, в принципе, но там шашка будет в опасности, в общем, думает. Я тут ей... Так, пишут. Thanks for the broadcasting. Okay, you are welcome. Да, Даша? Yes. Yes, of course. Так, ну и Вика, конечно, Вика, ну, ходи, ну, что такое? Две минуты, опять какой-то глюк. Надеюсь, глюк трансляции, потому что в такой позиции, конечно, нельзя думать столько. Эх, не знаю, друзья, вы видите, какая-то такая трансляция неестественно происходит. То есть, на Лидрафт все как бы удобно, но иногда глючно и Садовская тоже. Или-то думает. Что-то я не пойму, как бы у нас вообще все не легло. Что-то вообще ходит или нет. И тут тоже все закончилось. А кто-то, кто-то, я могу ответить ваши вопросы в английском. Конечно, я могу пытаться это сделать. Но в общем, это русский язык broadcast. Тут спрашивали, можно ли на английском. Даша, может, ты будешь на английском отвечать? Я, мне кажется, его лучше все-таки отвечаю себе на английском. Ну, ты же как раз учишь английский. Нет, мне как бы его преподают, но это не значит, что я его учу. Не значит? Не значит. Понятно. Так, друзья, я что, боюсь, что мы вообще всех женщин потеряли. Может, когда ждем, может, что-то там обновят. Куда тут можно еще пойти? Ну, видите, даже на самом... Так, ну, я не знаю. Пробуйте через сайт зайти, через вот этот вот. А куда тут зайти? Ну, наверное, этот плеер, не знаю даже. Результс нажмите. Может быть, так. Так, Ну, вот games, я нас сюда бросаю. Ну, попробуйте еще раз перейти, вот. Еще раз. Ну, да. Ну, это мужчина, мужчина вроде, что нормально. Мужина нормально, да, это женщина, у меня всегда проблема. Шучу, шучу. Пабличка. Слушай, а где наш, мы видели, где-то была другая, где-то была другая, там, другие партии. так, ну, мужчины зато ходят хотя бы. Что тут Валерий? Ну, смотри, Валера Кудрявцев держится. Так, давайте вспомним, кто это такой, Валерий Кудрявцев. Вот, игрок, игрок из, а, из Литвы. Интересно, что я такого не знаю, так на вид, где-то моего возраста, наверное. Где-то тут дата рождения есть? суда-то рождения. Не пишешь суда-то рождение, я так понимаю. О, играть за клуб Невердал, это там же, где Артем Иванов. Ну, хорошо, ладно. Что же делать-то тогда, как мы без, без женщин-то? Печально как-то, конечно, все происходит. Так, друзья, если кто-то знает, как можно по-другому посмотреть, пожалуйста, скажите нам, потому что, потому что так неинтересно, конечно, смотреть вообще. Так, ну, давай я уберу тут эти неактивные. Ну, давай глянем, что тут у Шайбакова. Так, у Шайбакова можно выиграть шашку, кто тут играет. Ну, и вообще, как я попас на позицию, как-то тут все шашки. Слева, тут атака. То есть, там. Так, ну, и Кирзнера я хочу глянуть все-таки, что тут? Что тут? Как тут выходить? Вот такая позиция. Так, минуточку. Нельзя, да? Нельзя 27-22, потому что такой есть коварный размен, как Садовская нам показала уже. И на фланг идут, черная. Вы знаете, что я сейчас сделал? Я сейчас зайду, попробую на YouTube, на польский сайт, посмотрю, что они там. так вот. Но тоже у них стоит эта позиция, никто никуда не ходит. они вообще не заморачиваются, они одну партию только Садовской стримят. Ну и самый главный стриминг для них. Ну, там просто дело в том, что там уже полчаса ничего не происходит, поэтому это как бы... Ну и разбирают просто. Ну и что тут Игору предлагают обменяться назад. Во времени в Игоре, кстати, 12 минут только. Ну ничего, центр есть центр, я думаю, локатор Касим, Нась, комби пишут. Давайте грянем. Давайте посмотрим. А, ну тут как раз Игоря, то, что мы вам показали, то есть, вместо этого, вот сюда, как раз сюда, то, Нась, то, что мы показывали. Так, приветствуем всех новых зрителей, мы смотрим чемпионат мира, что же нам еще делать летом. Ну, конечно, можно самим поиграть в шашки. Даш, ты когда едешь на Кубок Украины? 3-го числа. 3-го? Да. 3-го же начало уже? Да. Ну я ночью выезжаю. В ночь со 2-го на 3-е? Да. Вот это я понимаю. Так. Покажите, пожалуйста, Шварцман Эйзенторн. Окей. Шварцман Эйзенторн это было вот тут. Нет, не тут. Окей, Шварцман Эйзенторн. Так, сейчас. Давайте сейчас сюда. Это было во втором туре. И сейчас мы найдем. Эйзентор Шварцман. Так. С комментариями Дарины Масиенко. Даша, прошу тебя. Келлеры играют. Келлеры играют. И уже не играют. Уже не играют, да. Поэтому как раз Бомбстер ходит так. На такой ход 16-21. Но Эйзенторн, видно, ну как бы не обязан же играть на победу, поэтому спокойно. Так, ну вот дебют такой, вилочка. Даша? Тут пока так-то говорить нечего. Тут все пока идет. Что можно добавить, если играют такие люди? Ну вот, симметрично сейчас так вот пойдет, а будет полная симметрия. Ну вот, вынуждают через 27 выходить. Я вот не люблю так белыми. Но тут по-другому нельзя. По-другому нельзя играть. Получается, сочетания чуть-чуть могут как-то растаскивать нас, пытаться. Ну и менялись назад. В общем, агрессмейстерская ничья. Хотел я сказать, Шварцман сразу заходит сюда. Интересно. Только до того, чтобы поправить на борт. Ну и посмотрите на время, там у них куча времени еще. Ничья. тут же вот у черных было прям хорошо в один момент. Два хода назад у них минус 08 показывала. Ну не знаю. Ну да, больше темпов, но ничего страшного, все-таки тоже, наверное, Ну такой ход даже как бы ты пошла. Ну, трешит, наверное. Ох, зачем наборкик-то? Я говорил, не знаешь, куда ходить, меняйся вперед просто спокойно. Хотя тут что-то мне нравится. Не знаю, я что-то не пойму, о чем компьютер, почему такой. Только компьютера известно, почему он такое большое преимущество. Но суть в том, что да, Яцеполитский пишет Иван с победой против Швеции. Да, я вчера первый раз в 10 лет смотрел футбол, наверное, до конца, но правда не сначала. И Украина победила. Ура! Ну, договорняк, не договорняк, как бы им не обязательно договариваться Шварцману. с Айзендорном. Просто они понимают, что еще впереди еще один тур, что сейчас незачем им там жилы рвать. Можно спокойно сыграть ничью, отдохнуть. И как бы это же не чемпионат мира, да, где Шварцман, допустим, выиграл у Айзендорна уже в финале. Тут просто надо выйти в финал. Для этого, наверное, сыграть быстро в ничью и свеженьким прийти на второй тур, это, наверное, действительно выглядит оптимальным. Вот. Они просто двигали, как бы игры не получилось. поэтому согласились. А может, и договарняк, потому что может здесь на базе Айзендорн бы тут как-то помучал еще. Не знаю. Тут было 41 ход ровно. То есть 40 с небольшим. Так, друзья, ну что, девушки разлучили? Нет? Нет. Все девушки спят, не знаю, что делать. Кто-то знает, друзья, где можно еще смотреть? Потому что это не дело, конечно. Я подозреваю, что здесь можно смотреть. Да, я тоже так. Так, ну что у Алексея домчего? Ёлки-палки, уже проигрыш опять. Ну что происходит-то? Алексей, как так-то? Давайте сначала. Плохо получилось, что-то. Вот, шестнадос один, все как полагается, пошел. Настроил. Я, конечно, не знаю, зачем именно надо шашкой 9. Можно было и 8. Или 7. Можно сюда, допустим, не вывести. Ну, может, он хотел прям сделать большую. Ну, на такую, на такую, то есть как было так, да. То есть на такой ход действительно есть какие-то 37-31, там потом 37-27 может быть рогатка. То есть, ну да, 9 раз надо, но вот тут почему не 12-18. А там с той же идеей. Ну, можно, конечно, так как-то пойти, чтобы на размен 2 на 2 поменяться. ну ладно, Алексей, в общем, решил тем, что просто пошел 13-18, может быть, он и прав. Так, оставил колу, все же хорошо. так, 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 разменялся, отлично. Ну, замечательно вообще. 30-30 посильных подходит. И на 2 отступили, ну, не знаю, так. вот компьютер на 24 можно было побить. Что-то уже плохо как-то стало, не пойму. Почему и как? Так, ну, кол поставили. Так, ну, сейчас такая позиция, стоит. это прям плохой ход какой-то был. Да, ну, теперь можно 29-24 пойти с угрозой. И компьютер говорит, надо же шашку отдавать прямо сходу. И времени как-то мало уже у него. Да, сейчас, что делать-то? Что делать-то? А в чем, в чем опасность? А что не за 4-20 походить? Так, давай начнем с 14-19. Тоже можно как бы. Ну, можно, но как-то на все равно показывает, прям большой перевез. Нельзя напасть, потому что мы так пойдем и побьем мы этого сначала. 8-12, тогда. Что, какие-то варианты такие неочевидные? Ну, хорошо, давайте прошло от 14-20, да? Какая-то позиция такая, видишь, так не пойдем, так тоже нельзя. Приходится сюда, так. Поменялись как-то. Ну, смотри, как интересно поменялись. и угроза теперь 47-41. Ну, да. И все, нельзя никак расщиться. Алексей, как-то, я не знаю, что ж такое. Спрашивает, Алекс, был ли кто-то из особо разумных хоть раз наказан за расписывание ничьих? Даша, ты что на эту тему можешь сказать? Я, да я как-то не думала на эту тему, не знаю, на детских, например, турнирах, никто не расписывает, а на взрослых, я как-то на это не особо обращаю внимание. Да я не думаю, что это наказывают. Ну, как наказать-то? Ведь, так, ну, кстати, прошел 26-21, может быть, полегче будет, чуть-чуть. Ну, не сильно все равно. Ведь они же не соглашались на ничью заранее, они сделали 40 ходов. Ну, да, то есть нельзя точно сказать, что они расписали, то есть даже если все будут понимать, они расписали, нет никакого доказательства. Я лично считаю, что вообще-то глупое правило 40 ходов. Как говорил Бобби Фишер, да, я лучше всех ваших этих фиды знаю, когда мне соглашаться на ничью, то есть что за вообще бред? Почему даже они не могут, например, ну, вот, с вечера согласиться и пойти на пляж? Почему? Ну, это же, ну, что мы теряем? То есть зачем, если про зрителей говорить, то зачем зрителей смотреть на эти договорники? Зачем вот это двигание шашек, когда они уже договорились? Как бы, ну, уже все. Так бы и написали. Вот зачем существует правило 40 ходов, я не знаю. Это, по-моему, это полный бред. Особенно, например, когда матч идет. Вот была Садовская Танцегужина, там тоже было правило 40 ходов. Зачем? Ну, а вдруг они там будут расписывать? Тоже знают. Ну, будут, значит, будут. Ну, если они хотят расписать, то уже лучше тогда пусть распишут, чем смотреть на какой-то спектакль, непонятно. Я не знаю, это полный, мне кажется, никакой логики нет в этом правиле. Никакого даже смысла. Ну, может, я не прав. Так, у Шайбакова все произошло, как мы и говорили. Ой, божечки, куда же Игорь пошел? Что ж такое-то? Я же сказал, что так нельзя. А Игорь пошел как раз 27-22, и вот этот размен, это какой-то просто, я не знаю, катастрофа. ведь были же нормальные ходы, может же было вот 35-30 поменяться назад. В чем проблема-то? Потом при случае можно и 27-22 выйти. Нападение, ну так, ничего страшного. даже предлагает эту шпажку убить. Ну, не знаю, как-то Игорь что-то мы расстроили. то есть если ты вот короче какой-то, или он не видел этого размена, вот единственное, что, наверное, не видел размена. Ну, теперь, конечно, печаль полная. Так, с лампы ванной, ну, тут тоже вот красмейстер, красмейстерская ничья, но не расписано. Так, Алексей, вы пишете, что 40 ходов, чтобы исключить любые договорники перед партией. Ну, вопрос у меня, зачем их исключать, если люди уже, ну, хотят. Ну, пускай лучше они тогда так и договорятся, чем, не знаю. У меня вот такой был случай на чемпионате Европы среди юношек, я как бы вообще про это правило даже не знал, наверное. Я играл с Цинманом, Дмитрием, мы там сделали там по 35 ходов или что-то. Согласились на ничью. Пошли на обед, потом там пришел главный судья, он где-то ловил, говорит, идите доходить, дохаживайте по 5 ходов. Вот. Как бы, кому это надо, зачем? Для галочки какой-то, но не знаю. мне кажется, можно это уже правило спокойно отменять, даже ты как думаешь? Ну, я тоже не вижу в этом смысла, не знаю. Если люди захотят сыграть, ничего не то, в любом случае сыграет. быстрее, лучше сыграет и по шьим делам. Ну, как было в этом, допустим, да, вот на Чмотемира в таком году, в 15-м, когда сделали там по 35 ходов и Граниндайк с Ивановым согласились на ничью уже. Говорит, ничья, ничья, ну, давай, доделаем ходы. Ну, понятно, что, может быть, это не совсем как бы правильно. И начинают делать, и Граниндайк попадается на одно до две побить. Вот. Ну, Артем говорит, а я не вижу, как бы, и не провожу. И потом зрители как бы все это видят и там спрашивают, кому это надо-то, не могу понять. Так, Алексей, ну, не знаю, тут видно, у нас с вами разная идеологическая платформа, вы утверждаете, что не может быть договоров. Я не знаю, почему так. Каждый играет, как хочет. Я могу прийти и все ничьи расписать. Что тут такого? могу как бы прийти и проиграть все партии тоже, если вдруг, ну, не знаю. Конечно, последствия разные могут быть, ну, ладно, в общем, давайте смотреть, так, что дальше было. Тайсон Атси, смотри, Атси-то, жмет на газ, как было-то? Давай посмотрим дебют, вот этот вот дебют, кстати, Даши, твой любимый дебют, смотри, 3-4-30, такой ход. Не знаю, самоток никто не играл. Но Атси не растерялся. Просто в центр, в центр и в центр. А Тайсон рассказывает легенду об окружении. 86-я версия уже этой легенды, известной. Ну, и сейчас будет рассказывать уже как-то балладу о защите. А он, чтобы он нормально рассказал. Ну, да, если он, если люди перестанут защищаться, тогда уже легенду про окружение я тоже не перестану рассказывать, и нам будет сложнее выигрывать центром. Ну, да. Кстати, тут минус 0,2 даже какой-то. когда-то так понятно. Ну, это что-то мне нравится, потому что еще два темпа отдается. Просто 22-28. Ну, да, 41-32, 42-37, то и все, конечно, просто. Если бы просто 35-30 пойти, хотя тоже. Можно 42-37 просто походить. В чем идея? Да, просто ходить. Так как-то, ну, не знаю, тоже опасно. Ну, молодец, Атса. Тебе жалко, конечно, ну, как бы он 0 с Кирзнером получил. Как бы, я не пойму, в чем была проблема. вовремя приехать. Так, идем на вторую страничку. Ой, давайте с последней начнем, потому что интересно им пришло. Ого. Как-то уже не так хорошо, как-то у белых. То есть, тут вот дождались, так, так. там на 18 покажут ходить. в смысле, вот тут можно было пожертвовать, еще отдать, еще отдать, еще отдать, еще отдать. Была вот такая, сразу ничью форсировать. Касим. то есть, раз, два, три, четыре, пять. И ничья. но Касим не лыком шит, он решил, что паренька надо брать. Как бы сейчас его не было. А как так произошло? Как они так вот это вот сыграли такое? Ну, вот это было вторжение. Не нашел он все-таки этого. 3227, пошел сюда, и тут мог 225, как мы говорили. Угу. Ну. Но он тоже этого не нашел. Ну, и вот так как-то все это получилось. Не знаю. Так, смотрим, что тут. Так. Пошел на этом счете. Так, Азиндоршу, похоже, выигрывает. Мне, смотри, какая-то штучка, что Азиндорна там. Азиндорна минута, у Маккенди 55 минут. Этим ребятам все ясно. Тоже так интересно, конечно, они играют. То есть, ага, что-то. Смотри, Азиндорн проводит жертв двух шашек. Ничего себе. Раз, два, три. Вот этот поворот. Можно было, конечно, просто одну отдать. И так. Вот тоже ничья. Тоже там ничья. Маккенди это какой-то вообще, как можно вообще не думать в этой позиции. То есть, как он все посчитал. Ну, может, просто ничего не считал. то еще. Двух шашек Азиндорна. А Маккенди продумал ровно минутку и возвращает. Ну, и сейчас будет ничья. Короче, интересный чемпионат, конечно. Я даже будешь представить, если эти ребята научатся тратить время, что будет тогда. Так, а что с Шварцман с Акой? Ничья голая. То есть, после вот этой комбинации. Тут та же самая ситуация у Шварцман. вот, за счет того, что много боев. И Шварцман поменялся. Мы это все показывали. Так, ну и что? Идет в Дамки. Ну, и этот идет, идет. Оп, такой ходик. Сюда идти нельзя, потому что просто Дамка словится. И не дает сюда идти. Вот такая связка. Две шашки держат. Ну, хорошо, чтобы раз. Да, просто отсыгнули, все, ничья. И 44 минуты. И Шварцман весь в мыле. Так, что тут у Азендорна? Ой, а Макенди-то проиграл? А как только? Вот это быстрая игра вообще. Проигрывает Макенди, то есть, вот, была просто ничья, только тут надо было пойти 13-18. Вообще, как-то суперэлементарно, то есть, на такой ход просто напасть. На такой ход тоже напасть. и на присос конечья. Просто идем этой. Он проигрывает. Ну-ка, я не знаю, этот Макенди, то есть, ну и он же там собирал деньги на участие в чемпионате мира, 5000 евро или долларов собирал, какой-то там директор библиотеки или там ректор дал. Ну, хоть посиди, подумай ты хоть минутку. Ни одну минуту не подумал, пошел сюда. Не, ну минуту. Он минуту подумал. Да-да-да, извините. Ну и все, что сейчас просто не увидел, вот и все. А теперь он его привезет сейчас. Он его уже привез. Ну, хотя тут еще надо доиграть. Отдавать? Ну, это же как бы не проигрыш. Что такое Макенди, ну как так-то? Ну, ладно, если такие шашки нам не нужны, если ты не хочешь играть, тогда не надо, ладно. Ну да, вот так и идет на эту жертву. Божечкин, ну что за шашки-то? Вот, да, как бы, зависит тоже, как повезет кому. Так, шоу Юра-то и Артема? Артема чуточку получше, компьютер пишет за счет темпов. Времени 10 минут, а то его 15. Ну хорошо, выровнялась. А у Юры тоже на миллиметр. Ну, кстати, такая позиция интересная. Юре времени больше. Сейчас, если, допустим, поменяться на 28, как там, ну, черному адов спецединиться. Так, я сейчас тоже вот еще раз ссылку нашу скину. там у женщин, посмотрите, потому что там уже все нормально, мы оладели. Нет, у женщин ничего нет. второй тур, опять нажимаю на 3-й. Женщин все замерло до рассвета, к сожалению. ничего, как бы, конечно, мы двигаемся правильно, отправление, так смотреть, намного удобней. надеюсь, потом все пофиксят. Ну, что еще посмотрим? твое. Так, Граниндайк, Граниндайк тоже оттуда окружался и получил хуже. Вот если Сипма прибьет его, это будет очень круто, потому что, ну, как я говорил, мало того, что просто победа, хорошо, так еще, если Граниндайк выйдет в финал, это уже будет. Уже будет победа там у Сипмы. Ну, интересно. Смотрим. Так, ну, а что тут-то у нас? Тут на равных уже, говорится, надо отдавать шашку. Отдать шашку и вот такой вот сделать размен. Ну, это найти нереально практически. Вот за счет связки, хотя тоже тут плохо. Ну, в общем, смотрите, этот Касим Суары, может быть, и право будет сейчас обыграть паренька. А если обычный ход такой, то уже проигрывает. Ну, так тоже можно выиграть, потом угроза. Еще паренька одна минута осталась. Так, я решил подумать теперь. Да, видите, ну, в принципе, так и должно быть этот чемпионат мира. Да, то, что нам кажется очевидным, да, что если есть 55 минут, то можно подумать. Кому-то не очевидно. И с другой стороны, наоборот, то, что нам не очевидно, они могут эти ребята за секунду делать. Потому домчилу. Потомучилу. Потомучилу, выпутался. Уже показывают равенство. Так, как же так случилось? Что-то позиция была, такое же 20-24, тот напал, поменялись сюда, сюда. И вот еще такой ход. Домчик просто поменял, вы молодец, домчилу, повезло. Зашел, конечно, тут уже-то защищаться. Всякие комбинации не проходят. Ну, хорошо, ладно, молодец. Ага, поменялся домчилу, так. Пока оппозиция стоит. А что это за 36-41? Жертва? Ага. Ну, типа отдать и выйти сюда. так, а почему? Потому что просто, просто не отдавая сюда нельзя, потому что... с победой. Ну, кстати, смотри-ка, сейчас грозит сюда, и что? А 3-9 можно? То есть, так нападать ничего не дает из-за такого вот удара. но можно напасть сюда. И нету ни темпа, нету ничего. Такой ход уже вот комбинация. с победой там. Поэтому должен эту жертву найти. Вот это у него одна минута. найдет, будет ничья. Да, нашел, молодец. Так, что бомб стратежит, стратежит, но Валерий Кудрявцев крепко стоит. Хотя не поймаешь, а нападение будет. А, нельзя же нападать на коварный бомб строить за комбинацией. Раз, два, три. Так, друзья, ну что? У женщин, к сожалению, все стоит в самом интересном месте. Я не знаю, что делать. Так, Валерий сюда пошел с врагом 37. Сейчас, секунду. В принципе, тоже можно так, говорят, ходить. Если напасть, закрылись, напасть, тут есть размен ты на три. Так, пишет так, хорошо. Смотри, Даш, тут какая-то комбинация. Я только хотел подумать. Интересно. А, красиво. То есть Випулис Раймон, которого 12 часов 8 минут 5 секунд времени пишет, такую комбинацию проводит, так? Долго, не думал, и 4 дня, да. Я видел давно, но я думал, как-то отсюда заходить. Ну, молодец, выигрывает. Главное, использовать свои шансы, как это все получилось. Так красиво еще подстроил. А тут уже проигрыш пишет. Нельзя 3227 выкрасывать за это. Молодец. Так, Куница отдает шашку, нападает. Ну, как бы уже все, тут пару мушашек, все нормально. Даже, может быть, получше, может быть, ну, не знаю. Так, и Бомстра нападает. А что Бомстра коварный задумал? То есть, что на такой ход, так же можно? То есть, нападать, наверное, он не будет, потому что будет этот размин. Хотя, может, она пойдет, там, тоже пелые отступают чуть-чуть. Но, а если так, ну, можно напасть, как бы потом спокойно в классику идти. Думаю, тут все нормально. Что по времени смотрим? Две минуты у Валерия, вот это, конечно, не больше. Закрылся 32-2. Молодец. А что там у Киршнера? У Киршнера тот пошел в дамки. То есть, это так, все, смотри, этот ход 27-22 какой-то непонятный. Так, разменялся, поменялся и пошел в дамки. Ну, и что делать там? Ну, конечно, там дамку нельзя будет долго ставить, всякие петли. Но вот проблема в том, что шашка 4 есть, и белые не могут никуда. Если бы шашка 4 стояла на 3, то это была бы вообще, наверное, равная позиция. Но так, ну, времени мало, ну, как бы, не знаю, кому это хорошо. В чате пишет Beautiful Execution of Strategy by Vipolis. Да, Vipolis – это ветераны, так понимаю. Так, Шайбаков давит. Вунтид Валнерис там, наверное, нищечку откатает. Что АЦ? Тоже давит. По 6 шашек, молодец. Так, идем дальше. На самую интересную партию, наверное, сегодня все-таки будет по порядку, так, Кейта тут на равных. А Маккенди начал думать. А что думать-то уже? А все, он, походу, сдался. А, нет, он думает, я понял. Веземь, дурно, откуда-то 53 минуты. Может быть, заглючил опять. Ой. Кстати, даже, смотрите, даже тут вот на Лидранс уже нету женщин. Наверное, они там сейчас пытаются устранить неполадки. Ну, это хорошо. Может, уже и не страус. Кто-то знает. А, Каза Шварцева, он тоже все зависло. Юра ходит, поменялся на 28. Молодец, Юра. Артем стратежит. Бонга, не знаю тут, что за позиция, наверное, равная. Ну, и самое интересное, так, а вот тут что? Паренек этот проводит комбинацию, но, походу, оно не проходит. Как все это было, давайте глянем. Отдал 35-30, и надо было 2 на 2 поменяться, как говорили, а он просто так поменялся. Напали, и надо было закрыться. И играть позиционно, как бы, позиция ничейная. Компьютер говорит, ну, он решил провести, но это уже все плохо. Почему? Давайте посмотрим. Ставим на 50, сюда бить дамкой нельзя, потому что просто 12-18. Надо бить сюда, ну, а мы должны бить. Грозит так, надо убегать. Так нельзя, из-за так и так. Поэтому надо сюда убегать. Ну, и просто Эншпиль, как бы, без скольки. Четыре. Без двух. Да. Ну, молодец, Касим пошел на борьбу, все-таки понимал, что до этого надо выиграть в любом случае. Так, ну и что тут у нас? Ну, по-прежнему все нормально. Уграниндайка, как всегда, одна минута. Надеюсь, вот-таки тут нам покажут партию. Так, а тут какие-то результаты уже появились. Не могу понять. Всем черным поставили победу, да? Ну, да, видимо. Ну, это хорошо, что, наверное, что-то все-таки происходит. Тогда что будем смотреть? Я не знаю, тут как-то сейчас... Эдиторно выиграл Маккенди, потому что думать не надо, надо просто сдаться. Ох уж это Маккенди. Почему Георгиев отказался? Не знаю, почему отказался. Георгиев, Владимир Симонов, приветствую. Ну, Георгиев слишком творческий человек, иногда не хочет играть. Так, что давайте еще раз, значит. Домчев Алексей, что тут у него? По-прежнему хуже, как-то слабый фланг, вот сюда прямо. Ну, знаете, ход не очень хороший, говорится. Надо было... Надо было отдать шашку и идти в дамки. Тогда как бы черные никуда не идут. А Алексей пошел сюда. Ну и что теперь? Теперь можно просто... напасть. То есть мы сейчас просто поменяемся, но не сразу, потому что если мы поменяемся, то опять, наверное, белые отдадут и пойдут. Поэтому мы сначала нападем и потом поменяемся. Ну, это ничья. Сейчас грозит нападение, так что ничья. Так, что Кудрявцев тут? Ну, Кудрявцев, значит, просто закрылся и просто напал. Ну и как бы все просто вроде бы нормально. На времени мало. Так, аж что ну да. Что ну такой ход будет. Просто можно закрыться. Хорошо, смотрим тогда дальше. Раймондис выиграл. Красиво, молодец. Ядмонский выиграл. Все играют. Ермогенов ничем. Давай я, наверное, тут активно так поставлю. Так, Аникеев борется, Иванов борется. И тут паренек проигрывает. Эстонский, да, Дашун? Да. Так, Амбонга тоже, похоже, заглючила все. Равная позиция тут, но не показывает. Так, ну давайте тогда смотреть. Так, а что тут вообще происходит? Смотрите-ка. Ставят получше, что у белых. То есть Алексей мог напасть, поменяться, он напал так, а этот такой контур удар делает. Интересный. То есть сюда бить нельзя, побьют две. А если так, то мы идем в дамки. Хорошо. А что, если вы просто пойти в дамки туда, просто напали? Еще напали тоже. Тоже ничья. Хорошо, тогда смотрим дальше. Кстати, а что Алексей пошел? Как? Алексей побил именно что-то сюда, тот побил две, Алексей сюда. Сейчас Алексей проиграет. О, боги. То есть можно было просто побить так, на такой ход вот эту вот жертву на заметить и идти. А, смотри, какая красота. Так. Ну, такое надо увидеть еще. Да, а если не видеть, то что если так? Ну, тоже ничья. Ну, тоже ничья, да. А он не туда побил. Ну, что значит цепь нот? Ну, да. Так, побил сюда, побили и восемь тринадцать. Ну, и что? Сейчас просто так, во-первых, что если так ничья, потому что мы так и так. Сейчас грозим напасть. Так не проходит, поэтому надо меняться. Можно так поменяться. И что, если тоже напасть? Ну, просто отойти можно. А если отойти? Ну, и вот так вот, как там, да, Алексей, что-то. Что-то, Алексей, не то. Ну, вот, детки, не залазьте цепь ноты. Так, ну, а Бомстр, что так уверенно ходит? Что там такое? Посмотрим. Шайбаков, вот, Давид. Эти шашки не вне игры. Кату 29 контролирует белые, то есть все нормально, можно идти в дамки как-то. Так, Игорь, Кирзна, что-то, оценка не меняется, такая же. Сейчас дамку, наверное, ставить. А, сейчас ходь белых. сейчас надо, как сказать, 3727 уже ходит. Времени в цепноте оба. Ну, так, ладно, смотрим. Так, отца, отца, что-то, как-то чуть упрощается позиция. Но, как-то, все равно, так, а вот так можно ходить? Мне так проигрывают, кстати, плохо очень. Получается, надо так. Ну, и что, тут, как бы, такая структура, что эти шашки не могут ни ку колонну поставить. Ну, кстати, смотри-ка, тут, как бы, все равно преимущество сильное. А вот так ходит как раз Тайсон. Юра, что? Ну, Юра поприятней. Надо только как-то не дать черным соединиться. Тогда что-то сегодня я очень много говорю. Что делать, будем с этим? Так вы говорите все, что я думаю. Давай, Маш, ты будешь говорить, что я думаю? Или это опасно? О, смотри-ка, у Артемки. Ой, Артем, что-то такое. Похоже, что-то. А как так вышло? Вот, Артему можно было 33, 28 спокойно. Он пошел в рискованный план 32, 28. Ну, и теперь вообще какой-то ход 12, 17 грозит нападение, а так нельзя. Два. Два. с выигрышем. Ох, что-то за Артем. Так, ну и что тогда делать? А, и так нельзя, из-за удара. с каким-то ужасным меншпилем. А, потому что так, разим поменять, надо куда-то убегать. А, если убежим, то нас тогда еще одну шашку заберут. Да, что-то какой-то печаль. Что-то делать? То есть, если он пойдет на 12, 17, надеемся, конечно, что он не пойдет. Ну, 44, 39 покажут. И без шашки играть. Играть без шашки, да. Кошмар, кошмарный. А он так не пошел, ну, слава богу. Ну, это, конечно, ужасный, как бы, ужасный звоночек, что Артем так себе позволяет, как бы, конечно, профессионал такого уровня должен на такое всего податься. Просто пошел 3,8, но Артем уже выдохнул, я думаю, он уже там увидел, это как только пошел. Фух, повезло. Ну, теперь можно еще додавливать, потемповее, у нас все хорошо. Так, мы посмотрим дальше у нас еще были партии, Лакотор борется. Ну, вот, можно еще одну шашку выиграть, будет совсем печально. надо. да. Ну, А, Гранин, дайк, слава богу, тфу-тфу-тфу, партия идет. Так, друзья, кстати, как говорится, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пытайся на ноль, пишут, ну, вполне может быть. Причем, это будет уже второй ноль. я так понимаю, что женщин никто не знает, как посмотреть? Да, видимо, это единственный вариант, только на раздравши смотреть, а он что-то заглючил. Да, нету женщин, нету женщин. Заглючил, к сожалению. Ну, молодцы. Надеюсь, уже потом будет все хорошо. Смотри, какой я предлагаю такой ход. Контр-интуитивный, назад поменяться. Как-то шашки, потом 40 дать дорогу, может быть, какой-то галактике. Так, Касим проводит эту комбинацию. А тут все-таки проснулся и пошел. Я думал, уже партия, они там спали, то есть... у меня все-таки как-то... Ну, ничья тут, как ни крути. Куница, Алексей, что выигрывает? выигрывает против Алексея Домчева. Как это все получилось? еще раз так. Жертва. Надо было побить сюда. Алексей не заметил, что было можно побить. Ну и просто трасс и пошел в Данке. Так, ну а что на такой ход? Так, такой ход. А еще... назад отбросить и в Данке. В общем, было. Ну и все, короче, победа. Да, Алексею, конечно, можно пожелать только от мужества, потому что это ужас какой-то, никто не мог так предположить, что 3 нуля он начнет. Так, вот, то есть, говорят, ноль абсолютный. Поменялся. Акентий сразу раз. Так, ну грозит шашку выиграть, надо сюда. Ну и что значит? Так. Допустим, так, так, так и так. Вроде бы, оппозиция как бы в пользу белых, также нельзя ходить за так. Но находится такой ход. На такое мы идем Данке. На такое мы отдаем, идем Данке выигрываем. На такое ход, просто заходим в люпки. Ну такое что? Бьем. Бьем, бьем. Так. Ну хорошо. Да, ноль у Тайсона. Плохо стало. Там 51 ход так, еще минус 1, а 52 ход уже минус 16. Ну да, вот это уже видно в честь и проигрыш. Ну да. Ну что? Ну, те африканцы и ребята очень энергичные. То есть, они, их так, за счет характера переиграть, ну невозможно. Если вы не совсем готовы, ходи вы там голландец, хоть кто, они вам покажут. Кстати, бомстрата смотри, что наиграл, может выиграть сейчас. Сейчас есть жертва и ход 12-17, потом грозит 18-22. То есть, компьютер говорит, надо сюда, сюда, надо сюда. Все равно проходит. То есть, так, если эти побить, тогда есть присоска, наверное. Ну, можно 30 по 30, но бьем сюда, там как-то бьем, бьем лишняя шашка. Ну, какой бомб, траковая, как так получилось, то все. Сюда, сюда, сюда пошел, так, так, вот, первая ошибка. Ну, и тут уже 44-39, вторая. Кстати, у Валерия тоже времени нету, то есть, сейчас, ну, я думаю, он должен найти это. Жертва, и так, ну, и вообще, что нету спасения. Так, все, они уж так сыграли. Сыграли? Ну, смотрите, она же 1-2 хода. Да, сыграли. Так, Шайбаков, что тут, Шайбакова. Ну, как-то так интересно, да, тут предлагают 29-24, вроде бы, у Черных будет такой безупорный центр. У Игоря, что? У Игоря уже совсем все плохо, то есть, грозит 22 размен, и потом уже все будет без шансов. Точнее, уже можно сейчас пойти так. Так и походил, Филипп. Юра, что там у Юры? Юра, похоже, думает или зависла, что-то неизвестно. Так, друзья, всех приветствую. Смотрим чемпионат мира. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Хеллоу, Эврион. Пожалуйста, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Привет всем на нашем канале. Так, ну что тут, Даш, давай посмотрим, что там у них. Давай. Граниндай, он что-то наиграл. Ну, мальчик проигрывает, к сожалению. Что, Граниндай, как-то все. было. Так вот, поменялся Сигма. Смотри, как играет. То есть, сейчас грозит сюда пойти. Будет, конечно, уже выиграно, потому что две шашки будут держать три. ну что делать-то. Ну, вот предлагает сюда ходить, компьютер, на такой ход подменяться. все равно инициатива. Все равно инициатива. так, кудрявцев шоу чудил. Кудрявцев, значит, когда это все произошло, он пошел, значит, так, такой ход отдал и напал. все бы ничего, но есть такой вот удар 22-28. Так, а что по шашкам? Сейчас без одной, да? То есть, уже будет без одной. Смотрим вариант компьютера. Еще одну забираем и без двух шашек Эншпиль, то проиграно. Коварный бомбстра. Так, Кирзнер, что тут пытается. Ну что, пока что дамки на волю не выбраться, есть шансы еще какие-то. Так, пишет фан клапечек каши, честь Иван. Витам. Так. Ну, только цитнот, конечно, может Игоря спасти. Даш, давай ты же скажи, что ты хочешь рассказать? А то я что-то уже устал говорить. Так, ну что, что же все сказали? Давай вот про эту позицию расскажи. Про эту позицию расскажи. Я сейчас приду. О, Боже. Ну, чуть получше у белых выглядит. Так хорошо вышли на 22. И непонятно, то есть на 12 ходить нельзя. На 26, скорее всего, тоже. Надо меняться только на 20. Ну да. Валер с 5 минуты осталось. Ну, слава Богу, это не в интернете, он играет там, где ему на ход надо 5 секунд. Вот. Тут он успеет. Что у нас тут еще интересного? Ну, Бонстра думает, молодец. Шайбаков поменялся назад, позиция упростилась. Ну, уже так пропало немного преимущество. Там же время. Шайбакова. Что-то неужели тоже партия заглючит. Так, секундочку, сейчас, Даша, давай тогда ты можешь тоже порасказать, мне тут надо отселечься чуть-чуть. Что тут можно рассказать, если мы уже все посмотрели? Даже не знаю, что можно рассказать. Интересная позиция, сейчас бы посмотреть позицию Кирзана, потому что интересно происходит. Что-то всех, как бы, сейчас происходит интересное. И даже не знаю, что можно рассказать. Так вот, оставили меня одну, что сейчас вам рассказывать. Я даже не знаю, что вам можно сказать. Можете написать, как у вас дела, или спросить, задать какой-нибудь вопрос. Мне, например. Или не мне. Потому что, ну, правда, я не знаю, что ты можешь сказать. Мы только что все эти позиции уже посмотрели. Так, ну вот, Бонстра проведет этот размен. Так, а тут еще такое-то. Просто вот так, как-то, что черные тремя прошли, а белые никуда вообще не прошли. Так, 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 так. и так. ну да, так и было все правильно. Просто так и так. Ну и все. Ну, давай посмотрим, что тут будет. допустим, так, 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 а, и теперь, если так, то это ничья, но находится вот такое коварное нападение. и так. Ну и выигрыш. Теперь надо это все увидеть. Ну, отец это очень хорошо считает. Он это все по-любому найдет. Время, думаю, там у него, наверное, время, у него сколько? Может, там цветнот уже? Ну, часик, наверное, еще есть. Так, дочка пришла. Дарина пишет, говорят тебе, расскажи, что с зубом. У меня с зубом. У меня? С каким мы, Иса? У меня много зубов. Я не знаю, про кого надо рассказывать. Все нормально вроде. Не знаю. Да. Надо тут тащить. Так, Бомсер по нашему варианту выигрывает. Никеев. Что Никеев, я не пойму. По-моему, эта позиция уже давно стоит. По-моему, там, видите, у него 3 часа 47 минут. Наверное, там много зависло. Так, Артем хоть играет, но шуточку получше. Эх, Артемка, Артемка. Так, что у Сиб? Смотри, у Сиб, как-то все вообще рассосалось. Не, не все. Еще раз, так, 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 а, просто поменялся. Ну и все. Не, не все еще. Не все, Так, на что он такой ход. Нельзя нападать, потому что мы на 2 нападем. Ну, хорошо, если просто поменяться, что какая проблема тут. Я, честно говоря, не вижу это особо проблем. Тут она и показывает так не сильно большое преимущество у белых. Так, Домчик, наверное, все-таки уже сдался. Или думает, что у нас было интересно. Мальчик, наверное, тоже сдался. Непонятно, конечно, трансляция идет. Проверяю еще раз. Женщины не включили? Нет, не включили. Мы тогда завтра обязательно покажем вам все эти партии, которые там, ну, интересны, всем случае. Что тут у нас? Не знаю. У меня уже что-то мания, что все заглючило, и ни одна партия не работает. Так, сейчас я попробую, значит, еще раз рассказываю, что есть вот это вот сайт Трофимова, Ивана, который, правда, минус один стоит уже. Вот. Тут можно обсуждать, обсуждать, можно, значит, можно вот сейчас, так как я пробую сделать, значит, смотрите. Нет, не сюда, наверное, надо вот сюда вот. Таблица. Подождите, наверное, вот эту таблицу 1. Да, теперь Homepage и Games Round 3. Ну, тут тоже нету партий. Да тут вроде первого тура партий тоже не было. Первого даже не было? Ну, мы смотрели тоже вчера, то не было ли партий. Да, так что, к сожалению, показать вам больше нечего. Завтра тоже в 17.00 будем. Даш, будешь? Да. Так что только мужчин. Что у Игоря? Давайте глянем. Так как-то не очень. Не очень, как-то совсем. То есть, грозит 1, 2, 3, побить. Она такой хоть, что можно отдать шашку и напасть. Дамка на свободу вырывается. Хорошо, рассмотрим, что там по времени. Минута у Игоря. Думает. Можно пойти так и так. У Гроза. Ну, надо так и вот так поймать дамку. Ну, легче не станет, потому что что? 4 без двух шашек. Без двух. Да. Да. У Юры не двигается позиция. Ну, я же говорю, там у него вообще 3 часа только что показывала. Я думаю, там какой-то глюк. Так, своим анкейтам. Интересный вариант. Так, то есть. Так нельзя. Из-за вот. Ну, можно, да, можно так провести комбинацию. И на 8. И на 8, да. А можно еще красивее так сразу. Передбить нельзя, надо бить назад и тогда так. Витая Ивана, Витая Грего, Грегош. Так, смотрим. Так, а так можно, интересно? Мне тоже тоже самое. Мне тоже самое, да. А, нет, немножко другое. То есть, так бить просто позиционно мы выиграем, пойдем в дамки потом. а если сюда, а если сюда, тогда так. Ну и напали, и еще раз напали. Так, хорошо, значит, придется сейчас этому, или уже сыграно, наверное, сейчас, наверное, что засадим, не знаю, вот, но мы уже, наверное, сыграно. Так, надо сюда включить. Ну да, то есть, 16-21 надо ходить. И, кстати, можно опять то же самое сделать. Надо уже бить сюда. Бой, бой. Еще одно отдаем. И на 3-4-29, да. Ну, тут есть пробежка, так. Ничья. Ведомо, як там, иджи Наталии джишей. Не, не ес, ведомо, будет трансмиссия не джала. Не работает трансляция. Не знаем, ни как у Наталии, ни как вообще у кого. Ничего мы не знаем, все зависло. Это прискорбно. Ну, давай сейчас посмотрим тут еще раз. Что тут? Может, они тут как-то смотрят, а мы тут так. Подожди. уже? 9 часов. Они, наверное, выключили просто стрим, решили не смотреть. Ну, да. Так, еще раз. Но они, начиная с первого тура, 9 часов. Что у меня не работает? Не пойму. Ну, вот у них так тоже все стоит, стоит. ничего нету. Ничего нету. Ну, ладно, мы досмотрим тогда мужчин. И завтра ждем всех в 18.00, тоже, точно так же, как сегодня, через два часа после начала тура. tomorrow we will start two hours after game starts. 17.00 by Kyiv time and Tallinn time. and we will look next round. Хотя, подожди, да, что я так все приглашаю, а будет ли завтра тур? Сегодня какое число у нас? Сегодня 30. Ну да, завтра будет четвертый тур первого числа, а потом выходной. То есть ты как раз завтра с нами покомментируешь и уже будешь готовиться. Не, подожди, вот будет же еще тоже тур второго. Ну, ты, наверное, ты уже будешь на поезд, собираться? Да. Не, подожди, не могу понять, а это что? Ну да, женщин нету. Вот, после пяти туров у женщин будет отдых. Так, друзья, хорошо. Так говорят, что польский стрим не работает. Ну, а что там, ничего показать, действительно. Так, игр пошел 228, ну, правильно, то есть там надо решиться на жертву, на жертву. Всегда не хочется жертвовать. Сейчас уже как-то грозит 3329, то есть он такой какой-то а тут есть комбинация на согласие. Если так как-то поменяться, то вот 3329 тут без шашки, ну, можно вполне ничего сделать, то есть, ну, получается, тут вынужденная жертва идти, скорее всего, найдет ее, но шанс нужно использовать, я думаю, игр правильно пошел. Так, почему так мало партий осталось, только шесть? Куда все партии делись? Ну, либо заглючили, либо... Так, ну, давай посмотрим, что у нас там, значит, у нас тут осталось Артем, Валнерис, так, а где Юра? Вообще его не вижу здесь. А, вы же дальше нажмите, если еще это. Так, Бомстра играет, тут все понятно, Шайбаков ничью согласился. Другой позиции, ну, хорошо, молодец. Валнерис играет, Тайсон проиграл, Няк играет, Айзендорн выиграл, Мальчик проиграл, Бонго ничью, так что оставляем только шесть партий и смотрим. Так, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и приходите завтра в 17.00. И мы смотрим, что же тут будет. Что, кстати, шоу, лунти, что тут, лунти, что тут, как это так? Так, 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 поменялся, было плюс один и стало плюс 0,2. Было плюс один, Ну, там, 39-й ход, плюс один, покажу. Ну, это так, примерно, все, компьютер там меняет оценку, ладно. Можно отдавать эти в дамки, говорят. Ну, везде как бы ничья. Ну, раньше, в цветноте кто-то подставит. Так, ну, а Филипп думает, конечно, интересная интрига, найдет, что этого не найдет, вроде как, другого ничего нету. Что, Ян? Ян тут доигрались добитых королей, похоже. Артем, у Артема получше стало, смотри-ка, Артем, есть такой сильный, вот сейчас, неожиданный, 28-23, и нельзя влюбить. На 29, да, С выигрышем. То есть, и вот это может быть неприятность, то есть, Кляров, как я понимаю, это возрастной игрок, может, он растеряться в цветноте, где наш Артем? Вот. О, хорошая фотография, и она еще до переезда сделана в Соединенные Штаты Америки. Так, ну, хорошо, смотрим. Так, еще раз нажимаю, это, еще кто-то убежал, уже согласился, и на что-то, или сдался. Кого тут не хватает, Даш? Бомстры? Не-не-не. Ну, бомстры, а, бомстры есть. А кто куда-то делся? Валнерес есть. А, и Кирснер сдался. А что же он сдался-то? Как так? Неизвестно. Там он у него, может, не знаю даже. Неизвестно, как так случилось, но сдался. Ну, хорошо. Смотрим, что тут происходит. Артем не пошел туда, к сожалению. Пошел 27-22, ну и... Ну, и все равно чуть получше. Да, наш был вот такой, 28-23, такой разрывающий. кстати, смотри, как серьезное преимущество. Что-то Артем, в общем, как так? Тактику не видит вообще. Понятно, что там маленький ребенок, но он же уже приехал, сборы были, был на сборах. Надо же уже все видеть. Так, ну, можно поменяться. грозит тоже какая-то комбинация, там, нечаянная, наверное. А если 11-17? Ну, не здесь, не здесь, не здесь. Раньше. Ну, место. Вот тут? Ну, да. Ну, так, чтоб не так плохо. Тоже ничего страшного, да, говорится? Ну, да. Да, везде ничья. Ну, ладно, тогда. Тогда прощаем. Там он на первой дышке интересно выглядит. Ну, как, бомбство просто идет в дамке второй. Наверное, можно забрать шашку. Ну, как говорится, легче не станет. Третья пошла. Так, ну, тут как получилось, то, что мы смотрели, вот, штат заин пошел и не стал проводить. 22.18 А поменялся. Ниами Кристиан. Да, ну, везде ничья, это жертва грозит. Но там будет потом проход так, а что как? А можно 14.20 даже пойти. Да, ничья везде, в общем. Так, забирает шашку Валерий. Вунтис тоже там ничья. В принципе, уже результаты понятны партии. Интересно, такой комментарий написали, какие-то эти, не знаю, как эти цифры вверху ставить. Напоминает математику. Так, ну что, друзья, еще раз проверяю женщин. Женщин нет. Тут все заглушилось. Давайте тут посмотрим хотя бы, где наша табличка. третий тур. Тоже третий тур, не только второй. Давайте тогда посмотрим вот тут попробуем. Тоже в третьем туре еще ни одного же салта не стоит. Хорошо, идем сюда. Тут надо обновить раунд три. Тоже не получается. Эх. Так, а что тут? кстати, как-то вот пошел неправильно тот дружочек, надо было 14-20, он пошел, Кейта пошел сюда. Ну, это какой-то опасный ход такой. Теперь просто белые дамки. хотя бы думает в отличие от Маккенди своего собрата по континенту. Ну, не сильно этому помогло. Ну, как хотя бы сможет сказать, я сделал все, что мог. Так, ну, что, друзья, смотрим, так еще кто-то закончил, это кто был? А, это эти голландцы между собой Граниндайк из Сипма. Интересно, результаты проставляются или нет? Получается, третий тур тоже не проставляется пока. Калмаков вообще не в партии. Я вообще не понимаю, как Калмаков что вообще не было партии. Допустим, вот тут откроем, да? Нет, это не там, вот тут. Калмаков, где Калмаков, не в этой группе. тоже. Тоже. он играл с кем-то, кто не доехал еще. Калмаков, Андрей. С шестым. Шестой, это кто? Чароц, Чар, Чар, это партия. вообще нигде не было. Ну да, вот мы видим, Скляров получил плюс от этого Амана Эйре Евген. Потом он, видимо, все-таки Артему честно проиграл, потому что не плюс. Честно, ну хорошо. Так, друзья, тогда досматриваем партии. Ну, Бомстро там методично давит. Так что у Артемки ничья битая. Ну что, мы видим, голландцы приехали во все оружие, ну если не читать Тайсона, как бы, то основные голландцы и Азендорн, и Бомстро, и Граниндайк, они его в отличной форме. Да и Сипма тоже. И Сипма, да, вообще в отличной. А наши ребята что-то, ну я не знаю, как Юра там вроде нормально играет, но пока не выигрывает. Тоже тут заглючила на этом. Или они на ничью тут согласились? Да, написано, что они с чью согласились. Ну тогда непонятно, как бы, зачем было соглашаться. Бомстро, он вымучил там в абсолютно равные классики. Давайте посмотрим там где-то Кейта с Улейман играет. Ну напал вот Кейта, то он может либо этой побежать, либо этой этой в принципе так и так хорошо. Единственное, такой ход нету темпа, приходится найти на этом это ничья, наверное. То есть, наверное, пойдет так. Ну и надо так проводить. так, а что сюда не напасть? А, просто сюда бьем шашку, остается 3 единицы. хорошо, дойти сюда. Можно просто отдать, поставить и поменять ничья. Ничья, в общем. Бомб страшно, что тут? Ну просто третью ведем, радуемся жизни. Ваун риса плюс 0,1. Вот все, чего достигли, как говорится. Ну, не знаю, друзья, в принципе, сейчас досмотрим, шпять минут, посмотрим, но так сюда вот пошел интересный кейтам. Точнее, не ами. И будем расходиться потихоньку. Да, конечно, подвела нас трансляция, к сожалению, ничего не видно, как, что, и как девушки сыграли, результатов нету, партии нету. Тут вообще тоже ничего нету. Жалко. Надеюсь, завтра уже будет интереснее будет все работать. Так, гунти забирает шашку. Придется с лампой отойти. Будем сюда. Такое присоска, надо бить сюда. Йо. Так, ну и что, можно даже наружу. Ну, можно просто дать в дампе идти. Ну, ничья, да. Такое хочу вторую вести. тоже пошла ничья. Так, тут Кейт идет на этот вариант, естественно. Артем, что тут, Артем, думают. Мыслить, они схватились на ничью. Ну, понятно, ничья. Ну, тут, конечно, Артем сильно ошибся. С этим ходом ужасно. Ну, и вот, мог Скляров фактически выиграть. Так, разли сейчас нападение, а так нельзя из-за комбинации. Ну, нельзя такое, конечно, зевать. Есть что Артем, что Вика во втором туре. Ну, да. То есть, хватит уже нервничать, надо играть нормально, свой разместерскую игру, как они в статусе фаворитов, так играть и надо. Так, уже три партии осталось. Осталось три партии. Ну, давайте это глянем, что тут. Вот, значит, зашли сюда, бой, бой. Сюда. Сейчас хотят поставить сюда и будет грозить так, поэтому надо идти этой шашкой сюда, поставили. Можно и так, наверное, даже пойти. надо бить четыре. Раз, два, три, четыре. И все, как бы ничья. Ну, можно так, ну, тоже, как бы, тогда раз, два, раз, два, три. Даша, давай, расскажи что-то. Что? Про зуб не хочешь рассказывать. Так я же спросила, про какой зуб. Надо уточнить, понимаете, как же я могу рассказать? У меня их много, я не понимаю, про кого надо рассказать. Я могу много разного рассказать. Так-то просто. Нету результата, к сожалению. Ну, хорошо, посмотрим. Тогда завтра уже. Так, а что ты увал, если я не могу понять, что происходит? Почему 54 лишние шашки? Он жертвует шашки и бежит. То есть можно было просто так ничью форсировать? Ну да. Он пошел так, еще отдает, собирается бежать в дамки. Наверное, если это бежать, то, наверное, просто наши заберут и будет ничья. Поэтому компьютер предлагает как-то попробовать так, так, так. да, мы сразу берем шашку. Да, ничья по-любому. Ну, и тут тоже все по нашему варианту. Бомбстр тоже тут дамку перевел куда-то на безопасный пульт, теперь будет спокойно идти. Но я думаю, мы все уже верим, что бомбстр выиграет. Также верим, что тут будут ничьи. Так что, друзья, я думаю, можно с чистой совестью расходиться. что было у нас сегодня? давайте еще раз посмотрим мужский тур. Что было интересного? Домчев проиграл на минус три после трех туров. Какой-то ужас, кошмар. Видимо, какие-то, наверное, проблемы психологические, там, что-то, какие-то дела не дают их сосредоточиться. Бомбстра выигрывает у Валерия, тут уже, скорее всего, Гетманский легко выиграл у Эстонца. Кирзнер тоже проиграл тут как-то нелепо, довольно пошел на боевую позицию, там как-то не заметил размена. Атце очень важную победу у Тайсона сделал, то есть Атце приехал, начал турнир с минус один, но еще вполне может вернуться. Да, Артема был, так, прошу, ты про Артема, сейчас с Илья не подошел, Артема. Гунти звал на рис ничью, ставим, Кейта ставим ничью, Азендорн выиграл у Маккенди абсолютно нелепо, Маккенди 55 минут не посчитал на один ход, куда спешить, непонятно, вот честно, не знаю, я бы это запомнил бы на всю жизнь и больше всем бы спонсорам говорил, чтобы они денег не давали на путешествия, но потому что он тоже запомнит и больше так не будет делать. Ну, может быть, ну, не знаю, мне сразу не понравилось, когда он деньги собирал, не потому что он какой-то, какой-то не такой, но просто, не знаю, есть вещи, куда можно деньги пожертвовать гораздо более эффективностью. Так, ну, что тут еще? Сипа, Гринтайк, боевая ничем, давайте Артема посмотрим. Так, вот этот ужасный ход, 32-28. Так, спрашиваю, что если так? То, что мы нападаем? Нападаем сюда, если уходить, то так. Ну, так, это без шашки получается. похоже на проигрыш. А если как еще? Так, бьем, чего там сюда, если бьем, то просто бьем сюда. Нельзя так, а если это по-другому, то мы просто эту шашку заберем. Похоже, что был проигрыш, причем абсолютно необязательно, то есть можно было спокойно так пойти с лучшей позиции вообще. Даже непонятно, почему так как бы лучше стратегически. В общем, не заметил Артем тактику. Это, конечно, печально. Но простили. Мне надо перестроиться теперь. Так, Бомстра выиграл. Давайте посмотрим. Да. Ну, хорошо, сдался. В общем, будем считать просто. Ну, и тут две ничьи ставим. Так, друзья, спасибо большое. Тогда ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну, тут тоже не миф, или кто там форсирует ничью, кейта. Ждем завтра вас всех в 17.00. К сожалению, женщинам не показались сегодня, как есть. Будем начать. Тема интереснее, интрига сохраняется. Даша, давай отключу. Обращайся со зрителями. Всем, до свидания. Спасибо большое, что смотрит. Шашки, играйте. Всех благ.